Всем привет, друзья! С вами Нильфгорн, и сегодня мы поиграем и посмотрим в первый раз игру Secrets of Engrindy. Это 2D RPG, в которой мы будем добывать предметы, крафтить, воевать, прокачиваться и тому подобное, выполнять квесты в огромных картах, локациях, подземельях и тому подобное. Это все прикольно, и особенно в том, что это в олдскульной графике, такой просто, ну, пиксельный. Давайте же начнем, не будем запаздывать. Огромнейшее спасибо Маусу AMD за то, что он напомнил мне об этой игре, и, собственно, ее мне же и подарил. Огромное ему спасибо, потому что это одна из тех игр, которую ты как бы замечаешь, а когда она выходит, ты о ней уже забыл давным-давно и не помнишь, и она тебе на глаза не попадается. Здесь же Маус мне о ней напомнил. Давайте же начнем. Спонсором ролика является наш проект серверов по Майнкрафту Nilfgaard.ru. Вас ждет стабильная работа, хардкорные сборки серверов, последняя версия модов и многое другое. Ссылка в описании. Начнем с режима истории, выберем, кого же создать. Я не буду здесь создавать прям такого какого-то уникального персонажа под себя, да, потому что, как видите, здесь очень много настроек. Мы сейчас просто какого-нибудь случайного подберем, может быть, симпатичного, ну, мужского пола, наверное, все-таки. С фиолетами, с синими волосами. Блин, а с обычными серыми волосами. Розовые волосы, что? Я не хочу розовые волосы. Ну вот такой чувачок неплохо смотрится, хотя, в принципе, мы, наверное, можем прическу-то и выбрать. И, смотрите, тут, при том, некоторые закрыты, то есть они, похоже, со временем будут. Цвет волос. Давайте вот такой вот. Нет, все-таки, похоже, придется выбирать шарф. Нет, пускай цвет, ну, тут цвет просто выбирается. Довольно-таки нормальный такой редактор персонажа. При том, что в будущем, когда вы будете находить предметы всяческие в этой игре, вы сможете изменять своего же персонажа. Нингорн. Поехали, в общем, начнем. На нормальном режиме. Доброе утро, малыш. Как же рано ты встал. Надеюсь, тебе хорошо спалось сегодня, ведь важный день. Сегодня ты станешь коллекционером. Помню, когда я тебя брал на экзамен, ты еще даже ходить толком не умел. С тех пор я тебя каждый год с собой брал. Но в этом году ты, наконец-то, достиг того возраста, чтобы отправиться туда в качестве участника. В нашей семье все знали, за ним занимали первое место. Так что, сынок, у меня к тебе высокие ожидания. Ладно, шучу. Я вообще-то сам третьим стал. Не бойся, я уверен, что у тебя все получится. Ладно, собирайся давай, но сперва. 30 лет назад я прошел тот же самый путь, чтобы сдать тот же самый экзамен. Именно в этот день твой дед мне подарил кое-что полезное. А сегодня, мальчик мой, я передам тебе эту очень дорогую мне вещь. Этот волшебный мешок был среди нашей семьи в течение многих поколений. Предметы, которые в нем находятся, не имеют веса и не занимают места. Пока их оттуда вновь не достать. Но это даже еще не самое лучшее. Это ведь не просто мешок, это дорогой друг семьи. Присмотри за ним. Это наш первый предмет. Короче, инвентарь нам выдали. Я, конечно же, поиграл немножко за кадром, чтобы, ну, представлять, знаете, что из себя вообще. Вот игра представляет. Посмотри на часы, давай собирай вещи, иди, твой щит в пещере хранилище. И разве не Джонатан твоим мечом пользоваться просил? И у нас первый квест, это, собственно, добраться до, ну, даже, в принципе, тут, по-моему, вот так вот, дорога в город. Но сначала нужно найти деревянный меч и деревянный щит. Давайте сходим, поищем. Как видите, все красочно, все симпатично сделано. И, ну, ну, ребята, особенно, которые играли вот в такие олдскульные игрушки, а у них сразу, я уверен, такой, знаете, эх, какая молодость или что-то типа такого. Давайте поговорим. Твой меч? А, ну да, забирай эту жуткую игрушку больше тебе. Большое тебе спасибо. С катертью ему дорога. Даже представить себе не можешь. Какую сумму не обошлись горшки и все из-за этого меча. Больше не попадай в неприятности, ладно? Вот, видите, я вернул свой меч. Давайте его сразу оденем, хотя он сразу сам и оделся. Ты вернул свой меч, нажми на кнопку Z, ты можешь им размахивать. Ну и, знаете, да-да-да-да, ребятки. К сожалению, у меня нет жутика нормального, чтобы поиграть в эту игру в полное удовольствие. К сожалению, блин, прям вот я расстроился очень сильно. Приходится играть на клавиатуре. Но не скажу, что на клавиатуре так прям уж прям вот прям вот совсем плохо играется. Играется достойно и как бы можно привыкнуть. Но, как говорится, человек привыкает ко всему. Давайте все тут разберем. Не знаю, зачем эти предметы. Вот серьезно. Не знаю, пути. Хотя, нет, вру. Я знаю, для чего эти предметы. Они нужны для того, чтобы крафтить. Но мы об этом чуть попозже поговорим. Как видите, нет никакого квеста, никакого диалога. Я, наверное, даже и не буду разговаривать с этими персонажами. Я точно знаю, что у них ничего нету. Я уже потестил. Нам нужно найти щит. Ну и щит находится в пещере. Складской пещере. Сколько можно крутить ведро? Я не понимаю. Он вот все время будет крутить ведро, пока мы будем здесь находиться. Точнее, ну, поднимать ведро из колодца. Давайте в пещеру сходим. И здесь так, а где же у нас находится щит? В какой же бочке? А может быть в сундуке? Да, ну вот как бы так вот намекает. Понятно, что он нас немножечко обучает, чтобы, ну, как-то, ну, представлять, что из себя... Ну, знать, что и представляет из себя игра. Вот так. Давайте. Все, мы получили щит и мы его одели. Но тут вся фишка в том, что у нас щит играет роль блока. То есть вот так вот мы встаем и можем в стойку щитом вставать. И от этого как бы у нас и является, ну, получается такой бой. Сундуки обратно появились в коробке с бочками. Теперь этот дед нас пропустит. Ну что, ты готов? Посмотрим, я вижу щиты, это хорошо. А также деревянный меч, как раз, чтобы по надоедливым слизнякам бить. Если хочешь размахивать чем-нибудь покрупнее, вот тебе палка. И палка это двуручный меч. То есть двуручное оружие. Тут уже как бы сам выбирает, чем драться, да, как бы. Ну, давайте я, наверное, вот выберу палку для начала, да. Потом мы, может, переоденемся обратно. Потому что палочка это такой, знаете, прикольный инструмент. Ку-ку. Именно я, говорящий мешок. Тра-ля-ля. Слушай, парень, я слыхал, что там за драмой папаша про меня рассказывал. Ну, давай сразу расставим точки над «и». Меня интересует добыча. Не более, не менее. Если я тебя награжу своим бесценным советом, то это не потому, что ты мне нравишься. А это будет потому, что если ты погибнешь, от тебя будет еще меньше толку, чем в данный момент. Ты не больно разговорчив, верно? Ну, полагаю, это качество мне может понравиться. Слушай, дитё, я буду говорить, а ты исполнять. Вот так из тебя сделаю короля коллекционеров. Но всему свое время. Давай-ка сначала воспользуйтесь теми слезняками, чтобы разузнать, насколько ты слаб. Поехали. Ну, вы поняли, да? Это не просто сундук. Это наш помощник в боях будет. То есть он вообще в игре, так скажем, да, будет. Это прикольно, на самом деле. Вот это такой, знаете, интересный сеттинг в игре сделали, да? То есть, что у вас такой помощник. Это волшебная сумка, которая разговаривает еще и хранит в себе предметы. То есть, получается, мы как бы в желудке этого чувака ковыряемся, когда пытаемся что-то достать. Ну, увидите, тут бой происходит. Кролики такие, ну, такие, знаете, рот у них с мою голову, по-моему. И так они падают, так на грудку падают симпатичненько. Ладно, давайте посмотрим на другое оружие. Я бы хотел переключить. Так, вот так вот и... Ну, вот так вот. Давайте теперь вот так вот возьмем меч. Вот, наконец-таки. Вот такой вот у нас инвентарь. Инвентарь прям вот именно, знаете, сказать, от игр на приставках, да? Вот напоминает сразу. Именно в таком вот варианте. Здесь у нас и арсенал, то есть, в котором мы можем вставлять предметы или быстрый доступ к различной магии или бутылкам. Также здесь есть крафт или что-то типа такого, потому что, посмотрите, здесь вот, допустим, одноручное оружие можно крафтить, допустим, палки, какие-то ингредиенты находишь, щиты следующие можно, скиллы, магии, полезный рукопашный бой, квесты, конечно же. И здесь карты и опции. Ну, в принципе, понятно. И общие характеристики нашего персонажа. Все, в принципе, просто. Где мы находимся, какой у нас уровень, дата рождения. Ну, там такие всяческие параметры. Конечно же, еще скорость атаки, урон магии, ну и тому подобное. Давайте потихонечку продвигаться. Я, как видите, переключился на меч. Он, он ничего, как бы, у него урон намного слабее, но атака быстрее. Вот мы получаем первый левел. Давайте откроем сундучок. Здесь нам выдается какая-то, когда получаешь уровень, не забывай заходить в меню и скейт и распределять очки. Ну, это нам говорят, что надо прокачиваться. Так, и вот, смотрите, получается, что за палочка такая? Давайте посмотрим, это какая-то магическая палочка, что ли, или что-то типа такого. Так, вот, большая палка, просто большая палка, которую сорвал сам дядя Федя, чтобы ее можно было размахивать. Это не то, игрушечная волшебная палочка. Вообще-то в ней вовсе нет магии, но делает вид, как будто она там есть, каким-то образом улучшает фокус. Ну, вот, забавно, да, то есть вроде бы ничего, но каким-то образом улучшает фокус, да. Так, давайте пробежимся, здесь у нас какой-то чувачок сидит, играет на губной гармошке. Давайте! Ах ты ж, вот зараза мелкая, ударил меня все-таки. Можно прокачиваться, да, то есть спокойно мы можем сейчас качать опыт на них. У нас, как видите, времени никакого не идет, но если говорить о параметрах, то давайте посмотрим. Здесь есть и рукопашный бой, двуучное или одноручное оружие. Есть магия разных видов, то есть магия огня, льда, воздуха, земли, потом полезные таланты, которые, допустим, дают нам, ну, вот в данном случае, защиты, да, как бы, то есть оборона и ускорение времен, ускорять таланты. Это у нас получается улучшение, двуличность повышает атаки, магическую атаку. Ну, в общем, понятно, я думаю, потому что я, если сейчас начну все вам рассказывать, обо всем, так сказать, расписывать, то это надолго будет. Я бы, знаете, честно говоря, хотел бы в магию сразу пойти, не знаю, что, конечно, выбрать. Статический разряд, заряди себя электричеством и добавляй дополнительный урон к базовой атаке. Хм, снежный друг, призови снежное существо, которое будет помогать в бою, прикольно. Это ледяные шипы, рой насекомым, призови рой насекомым, который летит по прямой, и если они налетят на противника, они могут размножаться. Хм, прикольно, на самом деле. Давайте изучим вот эту штучку, ну, хотя бы мне интересно посмотреть. Понятно, что вначале вам нужно будет решить, да, то есть, что конкретно вы будете изучать, чтобы, как бы, не изучать лишнее. Ну, вот на С у нас есть уже магия, давайте на ком-нибудь используем. Хм, отлично, отлично. То есть, в принципе, таким образом, конечно, урон у них, как видите, небольшой, и, ну, как бы, все-таки прикольно. А вот здесь еще есть такой прикол, что если я буду вот так вот стоять и нажимать долго-долго магию, то она, как бы, более сильнее будет. В частности, здесь я не знаю, конечно, но... Ха-ха. Прикольно. Они просто и умирают, то есть, они, как бы, кусают-кусают и умирают через некоторое время. Ладно, погнали дальше. Ниже нам все-таки нужно проходить все дальше и дальше. Так. Кролик. Блин, кролик, по-моему... Кроль, при том. У него, по-моему, больше жизни стало. Вот так, вот так, отлично. У нас даже лечение, вы видите, выпал. Так, и вот здесь вот нарисовано, что с осами надо немножко по-другому драться, то есть, каждому монстру нужен свой подход. Смотрите. Ах, ты не промахнулся, ну-ка, давай. Нет, тоже промахнулся, ну, давай. Вот так вот, видите, оно, как бы, ударилось об щит, да, то есть... Ай-ты. Вот. Нет, я промахнулся, по-моему. Ударилось о щит, как бы, и щит, вот видите, синяя полоска, если она кончится, то щит у нас сломается. Об этом нужно не забывать. Ладно, погнали дальше, а то я сейчас так буду очень долго рассказывать обо всех тонкостях и нюансах. Давайте сходим в пещеру, глянем, что там. Угу, не зря я не пропустил, потому что здесь есть сундучок, и, может быть, что-то еще интересное найдем. Ну-ка. Ну-ка. Что здесь у нас? Это какие-то сандалии, броня плюс два. Круто. Погнали дальше. Так. Ну, я не буду сейчас качаться, прям раскачиваться до безумия, чтобы довести какой-то, там, не знаю, к скиллу. Ну-ка, давай, давай. Ах, ты вот немножечко неудобно, то есть он... Когда махает... Ах, ты ж. Посмотрите. Ну-ка, давай. Вот так вот. Е-е-е-е, level up. Отлично. А, то есть они... А, понял. Они, то есть, нападают на ближайших, если убивают одного. Хм, это прикольно, на самом деле. Но, как видите, если поблизости нету врагов, то они, как бы, и не дерутся. Ладно. Погнали дальше. Ну-ка, давай. Давай-давай-давай с тобой, давай. Ну, давай. Пынк. Есть. Мед выпал. Пчелы. В принципе, здесь, как видите, очень много ресурсов каких-то падает. Да, палочки, черепица с горшков, еще какая-то ерунда. В принципе, это все нужно, наверное, потом будет. Но сейчас я не знаю, зачем нужно. Хотя нет, стоп. Я знаю, наверное. Давайте посмотрим. Вот здесь вот. Если посмотреть, да, то есть, вот так вот, видите, уже 25 вот этой слизи нужно. Допустим, вот, одноручное оружие уже могу скратить, если наберу 20 жал и 10 меда. Представляете? То есть, тут вот, допустим, какие-то головные уборы дальше. Ну, то есть, в принципе, все эти предметы нужны просто даже, если бы я сейчас... Мне деньги просто дали, да? Если бы я сейчас постарался, посидел бы тут, ну, с минут, там, не знаю, даже не знаю, сколько. Интересно, это с каждой пчелки выпадет? Ну, что же. Вот и приехал парень. Не на экзамен ли собрался? К сожалению, у нас тут маленькая проблема. Так как этот мост теперь на территории Черных Харьков. Но тебе повезло, мы ведь без бизнесмена, а не бандиты. Проход стоит всего лишь 1 миллиард яблок. Что, блин? Ах ты, да это же обитатели Грайнди, господи. Номер 1 никчемные слабаки. Че? Это че? Я на свете уже довольна чем... А, пожил довольна чем... Ну ладно, братан это говорящий мешок. И он, наверное, целое состояние стоит. Ну, по крайней мере, это верно. Давай сюда мешок быстро! Ага, или что-то там у тебя наглое смертное. Я бог перед... Я бог перед такими, как вы. Как вы смеете меня перерывать? За оружие, парень, никого не жалеть. Ну, ща наваляем. Ну, это странно немножко. Братан, мне кажется, что вместо цивилизованной оплаты пошлина, они хотят, чтобы мы их ограбили. Ничего не поделаешь. Давай им покажем, что происходит с теми, кто лезет к черным хорькам. Ха! Опасные дядьки. Давайте наваляем. Вот одного уже и второго. Ну, быстро понимаете, да? Что это всего лишь слова были. Да. Изумительно, они умудрились не оправдать даже моих ожиданий. Черт, братан! Что это за парень? Ему просто повезло. Бесполезная тупица. Ё-моё, офигеть! Это типа босс, что ли, их пришел? С возвращением босса! Босс, это вовсе не то, что ты думаешь. Мы... Молчать! Меня не было всего 20 минут, а вас уже успели отлупить какой-то ребенок. Эй, секундочку. Это он? Его даже с пош... С пошиной не пропускать. Прямо как будто мечта сбывается. Я могу какую-то малявку отделать и даже не накажут. Босс, ты лучше всех заднитесь и отвалите от придурки. Ну, в общем, понятно. Файтинг с боссом сейчас будет. Теперь тебе крышек сопляк. Ну, давайте попробуем. Попробуем. У нас есть магия, у нас есть руки. Ну, попробуем. Короче, здесь... бз instigar давай 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 так понятно давай наваливай 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 вот здесь надо было митч отлично неплохо довольно таки неплохо получается Ну, здесь вот, ребятки, я просто знаю Я знаю, что вот у неё вот есть вот такой вот скилл Но первый раз, поверьте, первый раз она меня убила вообще Когда я первый раз играл То есть довольно-таки кажется, что она лёгкая В принципе, как и все, наверное, здесь боссы и монстры будут Просто знать, ну, как они дерутся Невозможно, как это? Такие в стоечку, так и всё, победил Теперь в стоечку, да Босс, ах ты гад! Босс, ты в порядке? Ты встать сможешь? Останьте от меня, недоноски! Я просто на булыжнике споткнулась Ну, в общем, понятно Это вам за то, что не тот древний артефакт оскорбили Какого? Босс, отступаем От этого мешка только неприятности Гырр, кажется, ничего не поделаешь На этот раз тебе повезло, щенок В следующий раз тебе конец Но с такими помощниками, я думаю, не очень Ну ладно, тут начинается, ну и клоны Хорошенько я их проучил Ладно, малыш, паши нам ещё экзамен сдавать Ну, как всегда, выпендривается, короче Выпендривается у нас мешок Погнали дальше И тут куча всего, опять же, да То есть, в принципе, здесь нужно, знаете, как сказать Аккуратненько так Всё проходить Всё ломать Получать экспо Как можно больше, мне кажется, да Потому что в дальнейшем будет ещё проще Так, в ту сторону не пойдём Вот здесь вот есть такая звонуха Смотрите Опа Прикол, да То есть, там цветочек был Ну, давайте мы немножко сейчас Оп Оп Вот смотрите, видите У меня щит накапливается, да То есть Таким образом, как бы мы и Вот, всё, он сломался Так Направо, значит, какая-то гора Налево город Нам в город, наверное, и нужно То есть Ой, ой, ой Да хорош ты Оооо Сила жужжилицы Или что это Давайте ещё магию изучим Почему бы нет, да То есть Я, наверное Вот это изучу Призывать растения Призывать растения Которые будут атаковать врагов Поблизи Разные уровни заряда Прибывают разные растения Давайте Апгрейд Есть Кстати, ещё, в принципе, можно Так Вот так Вот так Можно полезные прокачать А можно, к примеру За фиолетовые вот эти кружки Можно прокачать что-то Для Ну, допустим Для магии Или рукопашного Убой Или общее Даже можно прокачать К примеру Отличает Отличный рефлей Расширяет промежуток Для исполнения Исполнения идеального блока На 12% Хм Даже я не знаю Может быть Жизнь на себе Максимум хп на 2% Поднять Тонкий вкус Продлевает эффект зелени На 10% За каждую степь таланта Вот давайте Вот это вот Изучим И ещё разочек Вот так вот Сделаем То есть Когда я, допустим Кастую вот такую вот вещь Да, то есть Воооо Когда идёт каст Видите, вырастил Растение Оно не может двигаться Оно не может передвигаться Но, как видите Оно наносит урон Вокруг Вот вокруг Этого растения Когда кто-нибудь появляется То оно наносит ему Урон Отлично Отлично Морковка Да что это такое На Давай Тихо, тихо, тихо Я же нажал вроде бы И вот смотрите Очень заметно с растением Когда мы Держим магию Да, нажимаем То оно, видите Вырастает с такое Ну, как бы С отростками такими Да, то есть Более шипастые Становятся, что ли А вот А здесь вот С этими Не понимаю В чём прикол Они, наверное Сильнее Ну, дольше Как бы, наверное Могут драться Корень какой-то Ах ты что, зараза На Тебе ещё вот так вот Да что такое-то Можно, в принципе Смотрите Вокруг растения бегать Да, как бы И оно будет наносить Удары за нас Как бы Драться даже Ну, то есть В какой-то степени Это тактика уже Тактика боя Давайте Погнали дальше Мы уже В город Насколько я понял Входим Эй, Нильфгорн Ты вовремя Я уже был Расстроился Мы сюда Прибыли От тебя не видать Экзамен без тебя Сдавать было бы И радостно И грустно Что же Время не ждёт Регистрация вот Закончится Давай уже Разделимся Разделаемся С этим экзаменом Ну, вы понимаете Эх, старый добрый Эвенграйнд Сити Вроде и без Воздушных шаров Веселей Веселья хватало Что ж, парень Идём Нам пора Ну, как видите Квест я выполнил Мне дали Экспо Чуть-чуть не хватает До следующего Левела Ничего страшного Я думаю Это не будет Слишком критично Всё-таки Это начальный квест И здесь Как бы Наверное Ничего страшного Не случится Приветствую Добро пожаловать В арену Ты, мальчик На экзамен Записаться пришёл Секундочку Я тебе сейчас Листок дам Его заполнить надо Ну, вот оно Как, пожалуйста Они ныне Любого Шалопаек Экзамена допускают Это чё это такое С дороги Простофиля Сэр, прошу Вот подпись Остальная сама Заполнишь Да, сэр Ну, понятно Простите, пожалуйста За неудобства Я, конечно же Дам новый бланк Семья Фон Грэйнденов Довольно влиятельно Мы бы Мы им благодарны За большую часть Финансовой поддержки Нашей арены Ну, понятно, короче Сынок богатея Большое спасибо За регистрацию На экзамен Комната ожидания Поехали Сейчас же оборвать Ну, в общем Понимаете, да Так, и здесь Вот, как видите Ну, все ждут арены Давайте сундучки Соберём Оп Здесь нам даётся Меч Давайте его выберем В принципе Вот здесь Также может Двуручный меч И И вот какой-то Ван Да, то есть Получается Вот Плюс 25 Нифига себе Давайте его выберем Или что? Или я не понял Так, ну-ка Давайте Так, так Так, и посмотрим Так Атрибут А, ну магическая Магическая атака Тут Больше, чем Физическая Ну и всё Ну, вот давайте Так и оставим Я типа магом уже буду Волшебником Колдуном Давайте Эй, ну что Готов начать? Да, конечно Давайте начнём Этот бой Вот и наконец-то Пришло время Дорогие дамы Игорь Собода Добро пожаловать На самое важное мероприятие Года Экзамен Коллекционеров Как и в прошлом году Вас приветствую Ваш любимый ведущий Ну, в общем, ерунда Все эти юноши и девушки Ждут Не дождутся Вступить в гильзию Коллекционеров Но сумеют ли они Этого добиться? Есть только один способ Это узнать Приветствую Бурными аплодисментами Наш первый участник Ну, это, конечно же я Браво Наши первые соревнования Это рыбалка Вот здесь я был Немножечко удивлён Но всё равно Ладно, нам дают удочку И надо рыбачить Нас, в принципе, и учат Как играть Когда поплавок Погрузится в воду Оп Мы нажимаем Z Да И вот нужно Рыбу держать Вот в этой белой полоске С стрелками влево Или вправо То есть всё просто, в принципе Но я так понимаю, что Ой Какую-то зелёную рыбу достал 6400 очков Но Понимаете, что где-то Наверное, будет Очень сложно Поймать рыбки Ладно Ну и вот тут опять Пендрёжник Упс, кажется Я закончил в два раза Быстрее Вас, неудачники Ну Вот он ещё посмеялся Так убого вообще Советую вам В следующем раунде Поторопиться Ладно, давайте Давайте, давайте Продолжим Ну, чёрт Давай, давай Эй, ты Главный, да Эй, ты Крик мне Настал момент Второго раунда Безумные головоломки Быть коллекционером Перейдёт тебя К странным местам Где тебе придётся Ожидать Разгадывать Гололомки Короче, поехали Нам нужно Вы прекрасно понимаете Чё нам нужно, да Надеюсь Нам вот этот блок С ключиком, да Как бы он нужно Довести до того Блока Мы со всей стороны Со всей стороны Можем обходить Но Головоломки Простейшие Но, в принципе Сами понимаете То есть Иногда можно затупить Допустим Вот Я такой тоже Типа Какая простота Первый раз Проходил Когда Такой подумал Ну что это за детский сад Такой Хе-хе-хе И вот здесь Вот 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 Здесь Сделал уже ошибку Довёл блок До конца Типа Ну в итоге оказалось Что надо было его делать Вот так вот Так что Ребят Тут уже каждый сам Так Ну-ка Ну Ну Сам решает Легко это Или просто Но в принципе Блин 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 Оп А в принципе В таких игр Без таких головоломок Ну никуда Они должны быть В любом случае Давайте Последний момент Конечно же Как бы я сейчас Не старался быстро Пройти Это Это задание У меня не получится Кстати я по-моему Опять накосячил Почти накосячил Ребятки Нет Фух Слава богу Вот здесь вот так вот Задвинуть надо И теперь вернуться Вот так вот Вот так вот Вот теперь все будет Ништя Да ребят Теперь доводим до конца И там уже обходим И Понятно дело Я победил Великолепно Потупаем И похлопаем В поддержку Нильфгорда Конечно Да Я думаю Вы там тоже Все топаете Хлопаете Похоже Я вас вновь опередил Боюсь Не дано вам Коллекционерами стать Если не постараетесь В чем твоя проблема Парень Ты побежали не можешь Вряд ли Да уж Ну и парень Ну Ну вот Натуре Вот Как будто девка Честно говоря Ну Ладно Так Ну что Готов к следующему испытанию Конечно готов Погнали ребятки И Наконец таки Мы будем драться Наконец таки То есть Рыбалка Головоломки Где файтинг Где Давайте сразу же Сразу же Призываем здесь Устраиваем оборону Натравливаем Ооо Левел ап Притом Ну Вот эти вот Не пчелки Конечно А вот эти вот Мухи что ли Да получается Ух ты Это что такое Бронят Надеть, смотрите Вот это шлем, вот это прикольно Ну-ка, блин, блин, блин Призывай Нет, не туда Вот так вот Мало энергии, чё, ладно, давайте Это шапка Забавно, я на самом деле думал Ах ты, всё, отходим, отходим, нельзя здесь драться Я думал, что, ну как сказать Здесь дроп-то не будет никакого Ну, воу, 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 хорош Вот давайте так вот Ещё сейчас немножечко вот так вот Вот так вот И теперь можно драться Здесь, как видите, весь набор Ещё левелап, вот это жесть какая Ну-ка, давай Бзз, так Оп, оп, оп Надо кролику сначала поубивать Потом можно уже всех остальных валить Потому что, видите, пчёлки вот эти вот Они, ну, немножко напрягучие Так Вот так вот, вот так вот Отлично Ну, теперь вот этими займёмся Жабалдых в тебя Бзз Давайте всё соберём По-любому всё соберём Отлично Оп, оп, оп Так А прикольно, они сразу на другого нападают Это классно, кстати, на самом деле Ой Вот только главное не ошибиться В нужную сторону Я знаю, что нам нужно было прокачать Уважаемые дамы и господа Пожалуйста, настало время для кульминации В этом году у нас есть кое-что захватывающее Я вам представляю ужасного гигаслизняка Я за моё время повидал навалом нелепых вещей Но вот такой вот шедевр мне ещё не попадался Ну, жесть Ну, конечно же, всё Не просто так Не всё просто так Бабам Гигаслайм Ну, это, конечно же, босс Как же без босса Давайте попытаемся сейчас Я надеюсь, игра замирает Так, давайте мы Магия Магия, магия, магия Так Увеличить магическую атаку на 2% За каждую степень таланта Давайте Давайте Так Ну-ка ещё мы сейчас У нас есть ещё два Два раза прокачать я могу Какие-то скиллы, я так понимаю Вот так Вот-вот просто пчёлки Ну, давай По 7 урону Смотрите По-моему, вообще шедеврально Так, давайте попытаемся как-нибудь Вот Так Ну, отлично Они попадают Ну, самое главное В кого-то там попадают Воу-воу-воу-воу Это что? Мамочка Спасите 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 Ай Отлично Отлично Так Давайте вот Для Вот этих вот мелких Вот так вот поставим Да, чтобы он Так Ну, половину жизни уже сняли Это хорошо Давай-ка Ну-ка, надо Ну, травить Мне нравятся эти пчёлки Ну, больше, конечно Как-то мух Похоже Зелёные С синими крылышками Но, ладно Так Вот так Вот, давай-давай-давай Блок-блок-блок-блок-блок-блок-блок-блок Главное Главное не попасть на слизь Потому что если я попадаю на слизь Видите, я Замедляюсь Как-то Вот это вот Ну, нехорошо Давайте попытаемся Вот так вот Ух ты ж Вот сейчас вот я, наверное Немножко зря Уху Ребят, я не знаю Зачем я так уж обнаглел Оп Не хочу Не хочу Не подходи Не подходи Не подходи Так, давайте-ка Где-нибудь вот здесь Вот так вот Мне бы какое-нибудь Знаете Я на самом деле Думал, может быть Магия жизни есть Или что-нибудь Типа такого Так Все, кончилась энергия Ух ты ж Вот сейчас Надо вообще К нему не подходить Потому что Он Меня прыжком Может убить Вот там молот Который он делал От него еще можно Увернуться То есть Ну Защититься Щитом Если я успею Среагировать Можно А вот От этого прыжка Никаким образом Нельзя Никаким образом Нельзя Защититься Так что Ребятки Тут надо Очень быть Аккуратным Но как видите Я его потихонечку Потихонечку Почти добил Кстати Почти добил Все Мухи Его просто Сожрали Жесть Разорвало Один же Гигантский Звездняк Был повержен Блестящее представление Но к сожалению Без единого дропа И результаты Этого раунда Вряд ли Будут результативными Время этого участника Пришло к концу А теперь Это Ой Картинка Зеленого Слайма Разве это 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 же Вогиня моя Ему удалось Первый раз За 50 лет Участнику Экзамена Удалось найти Картинку Один из Редчайших Предметов Картинка Ребят Ну это Картинка Как пафосно Это все Передано Но Дорогие зрители Это же знак Это мальчик Заслужил Любую награду Горячие аплодисменты Нашему чайестному Будущему коллекционеру Это просто Фантастика О господи Это Ну игра Да С юморком Аплодируем Этому юноше Чемпиону Со Столбовых Холмов Со Слаймом На башке Ну как же Без него Ребят Ух В этом году экзамен был Довольно таки Сложно Но вы Все справились И добились Хороших результатов А вот На экзамене Картинку Знаете Я очень рад У нас тут За это Я получил Я получил награду Солом Картинки Хоть бы Оповещать Ютуб О том Что вышли Новые видео На моем канале И вы будете Узнавать О них Самые Первые